Доброе утро, уважаемые коллеги. Коллеги, мы будем целую неделю, для одного года и даже дальше. Будем дружно, эффективно, энергично и много весело работать. Поэтому я вас поздравляю с тем, что нам всем удалось вырваться на такую творческую командировку. И я думаю, что мы проведем это время с максимальной пользой для себя и с удовольствием. А начинаем? Представлюсь, представлюсь. Меня зовут Акадий Стописов, Соколов Алексей Евгеньевич. Я руководитель этого проекта, который у нас называется «Проект общества навигации». Уральский молодежный энергетический форум и одновременно в формате организационной деятельности игры. И еще у него есть тема, как название «Энергетика – Россия, человек». И тема сегодняшнего мероприятия, которое как-то и год меняется. Вот в этом году у нас тема «Условия реализации проекта развития энергетики» и «Какая энергетика на Россию?». Все это очень правильно и знаете, и поэтому на этом долго останавливаться не буду. Мне каких-то пояснений я должен дать. Наверное, надо начать с представлений. Я предлагаю это сделать пока компактно. Итак, здесь присутствует группа, которая подготовила это все и будет вместе с нами работать, вести это дело. Это группа, которую мы называем «Навигация». А я прошу приподняться всех, кто к этому причастен, к этой команде. Просто для начала, дальше они подробно себя представят. Где вы, если вы? Нашу постоянный партнер – это компания «Рада». Вот как бы вы себя обозначили, где вы? Вот вы их видите и так, наверное, да? Нашу постоянную площадку, в интернет, в архивы, в видеозаписи. И мы можем организовать, в том числе, и дискуссии в большей широком возрасте. Кроме этого, у нас есть ряд представителей разных организаций. Я бы хотел, чтобы Оля Кушеева как-то обозначила их. Вы себя обозначили в том, как расставание. Оля у нас здесь? Я здесь. Пожалуйста. Кушеева. Здравствуйте, все. Сегодня у вас присутствует компания «ЕСК». Пожалуйста, встаньте. Далее, «ФСК». Также представитель есть у вас один из «ВТ-КРС». Далее, в представитель есть «ВТ-КРС». «ВТ-КРС», 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 «ВТ-КРС». Представитель Свердлов Энергосбуда. В пятый момент еще не переехал до нас представитель департамента ЖКХ ХМАО. Кому еще не назвало? Кому не назвало, может быть, сами встанете. А вот компания ЭДСКА. Студенты Урал и Нюна. Далее у нас также приехал гость из Москвы из компании БВЦ Инжиниринг. Студенты Урал и Нюна. Кого не назвало? Подними другую. Я только покажу. А, Студент ШЭМ. Айнбург, точно, вот что я забыла. Айнбург, СНГ, Государственная университета. АПЛОГО,aroah. АПЛОГО, АПЛОГО, ТВ СЛОЯ Никто не забыли? Верх фак еще есть в верх фак УКИ. 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 АПЛОГО, ТВ Кроме этого, я надеюсь, что... Да? Да. Матмены? Матмены? Он не встал. Матмены, да? Он не встал, да? Ради человека с мотмены волком. Где же он? Где же он? Где же он? Да. Итак, кроме этого, я надеюсь, что у нас будут эксперты. У нас сегодня очень ожидаем приветств наших друзей и гостей, и, одновременно, наших товарищей, наших коллег, топ-менеджеров Росатома и Хэс-Клодинга, Александра Ревисова и Бориса Бухарева. Кроме этого, будут еще у нас гостей, виртуальные гости, возможно. Посмотрим. Мы пригласили, во всяком случае, сюда заместителя министра спорта и молодежной полиции Личука Вени Владимировича. Мы пригласили заместителя в отношении департамента аппарата университетской области Александра Александрова Александровича. Будут, возможно, другие насыпшие гости, эксперты. Мы будем, по ходу, вам представлять. Итак, вот такой наш расклад. И сейчас я хотел бы с вами в режиме установочного доклада и установочного совещания обсудить и навести для вас какие-то замыслы игры, что это будет по содержанию, что это будет по форме. Итак, вот я понимаю это мероприятие, как серьезный, откровенный разговор на заданную тему. Ну, на заданную тему. Она задана на программу. На самом деле она, скорее всего, должна отдаваться нами самим. То есть это тема, которая интересная, которая не для различных тех, которые здесь сидят. иначе это не наше дело. Это не наш разговор, не наша игра, не наш форум. Поэтому я понимаю, что здесь нужны какие-то определенные настройки. И вот я бы хотел обозначить эти настройки вместе с вами. Это вопрос. Ведь если мы говорим про энергетику, то мы постоянно проводим игры по энергетике с кадровыми из первого отрасла. Это будущая энергетики сидит здесь. Я полагаю так, я серьезно уверен, что это так. При этом, если будущая энергетика плохое, то это благодаря здесь сидящим. Оно будет плохим, если я не буду хорошее. Но тоже благодаря здесь сидящим. Поэтому в любых смыслах будущая энергетика сидит здесь. Кадровые из первого. Мы обсуждаем серьезно, пожалуйста, скажем, проблемы, которые проходят в энергетике. Что происходит в энергетике? Что в ней делается? Что в ней не делается? А должно делаться? Вот такие вопросы меня интересуют постоянно. Некогда бы это понимать. И я тоже не буду понимать вместе с вами. Скажем, 6 ноября прошло парламентское слушание на тему квалитатно-реформирования энергетики. Выступал там, во всяком случае, материалов и всех не видел. Наверное, они уже доступны. У нас здесь есть стенограмма в том числе. Выступал министр энергетики. Валерий Клиновог сказал, что мы сделали в энергетике то, что собирались с теременной энергетики на рынке с нерывным рельсом. Там есть какие-то вопросы, которые еще остались, там перекрестки с учредилами. В целом, он аэропортовал успех, сделанный в достигнутых в отрасте, в том числе и его, и его, и под руководственных предшественников. А что не сделано? Там была полемия, там были дискуссии, есть индиметры, которых не устраивало, скажем так, такое, ну, может быть, неполное видение того, что происходит в энергетике. Была дискуссия. Я думаю, что у нас эта тема тоже была дискуссия. Например, мы знаем, что, всех так пор узнали, что наша страна, Казаноград, находится на 134 месте по доступности к экономическим сетям, к инфраструктуре. Ну, как-то обидно. Неужели это так? Всемирный банк говорит. Наверное, авторитетные люди знают. Как же так? И ставится сейчас задача снизить планку, снизить стоимость, снизить сроки прохождения, обладания технического присоединения к сетям, экономического присоединения, как говорят, на порядок можно снизить. Это реально. При том, что сегодня все работают достаточно напряженно. Непонятно. Один из вопросов, который, мне кажется, на которые сегодня нет ответов ни у кого в стране. И вот мы, в принципе, можем решить, попытаться решить этот вопрос. Может быть, даже и решим. Кроме этого, мы в течение нескольких лет выходили на поиск каких-то перспективных идей, проектов, проектов, проектов в хорошем смысле. То есть то, что еще не является проектно-световая документация, но проявляется вполне концентральным видением направления энергетики. И я, к своему удивлению, обнаружил и поверил, что ТОРФ, которого у нас очень много в области, может быть очень хорошим ресурсом будущего, экономики, энергетики в том числе. Но почему-то эта тема у нас не развивается. Потом было очень больно мне длительное открытие. Я думаю, что возможны такие подземные АЭС, про которые говорили еще академик Сахар, после Чернобычка АЭС. Когда мы глубоко углубились в эту тему, мы для себя узнали очень много интересного. Эта суперстанция, если бы была такая нафокусивость, ничего бы не было. Потому что на глубине 50 метров смещение трясения для Земли, если не сильно, миллиметр. Если сказать меньше. Она земля на поверхности, скажем, сантиметра, а на верху, скажем, метр. То есть чем глубже, тем надежнее. Например, даже по этому. И масса всяких возможностей и преимуществ открывается. Как же так, почему же мы это не делаем? Непонятно. Потом мы, проводя аналитические проекты, обнаружили, например, для себя, что есть эти твердоксильные топливные элементы, и это технология будущего, это технология водородной эры, можно сказать, чистой, экологически чистой, очень эффективной энергетики, которая всегда как бы с собой в кармане, можно сказать. Супер, интересная вещь. И оказывается, кто в мире лидирует, какие же работы? Оказывается, наша сторона. И оказывается, люди, которые занимаются, живут в нашем городе. И они приезжают сюда и рассказывают, что мы сегодня передали лидирует. Но дело в том, что еще немножко, и мы будем с удовольствием с человеком вместе. Потому что мы ничего не делаем с этими разработками научными, суперразработками. Как же так? Непонятно мне. А совсем недавно мы узнали, что в прошлое время мы обсуждали, что у нас есть метроресурсы, оказывается. Метропотенциал полуострова его может, скажем, распрутить электриков на 250 гигаватт, по мнению марта. То есть, это больше эффекта, он может быть больше всей энергетикой страны. Вот это потенциал. И что? А пока ничего. А что с этим делать? И, соответственно, оттуда возникают вопросы вот такие, которые я задал. Для себя, я думаю, предлагаю вместе с вами обсуждать. Может быть, есть еще какие-то вопросы, которые вас интересуют, и мы могли бы положить какую-то копилку наших рабочих вопросов. Пожалуйста. А я предлагаю микрофон и называть себя сразу. Хорошо? Тогда мы будем правильно. Группа Владимир Ильич. Группа проектирования субъекта развития энергетики. Кажется так. Алексей Ильич, у меня вопрос в следующем порядке. Есть у меня такое подозрение, что до тех пор, пока у энергетиков будет отраслевое энергетическое мышление, вот так как оно все есть, так оно будет, будут создаваться прожатые, они будут там хорониться и не пониматься, да? Так вот, давайте свести вопрос. Насколько уместно в рамках нашего мероприятия обсуждать дефекты мышления хозяев? Почему я говорю хозяев? Я сам, ну, уже давно не энергетик, наверное, я здесь в гости. Так вот, насколько, как бы, нелицеприятные вещи о мышлении энергетики здесь могут проходить? Или не следует предназначить предназначение которые вам кажутся такими, не просто вам, а там есть ответы неизвестны, а серьезные вопросы? Пожалуйста. Микро Петрович. Александр Семенов, такой вопрос у нас, когда в СССР области автомобилизация тарифов для потребителей, конечно, ну, то есть... Автомобилизация? Да, да. Ну, мы как засосовывали все эти пластины, да, почему у нас в СССР области еще не реализованы вот эти проекты, которые, допустим, есть в Рязани, по-моему, насколько я знаю, и в Брозу. Хороший вопрос. Вот. Потому что, ну, самая большая проблема, насколько я так понял, ну, одна из самых больших проблем, это собрать они с конечного потребителя, да? Они продают там, ну... Хороший вопрос. Ну, я бы сказал так, мне эта мысль в голову не приходила, лично. И, возможно, я откажу первого человека, которому эта мысль в голову пришла. Может быть, на самом деле, первая. Может быть, просто этот вопрос никто не ставил, давай попробуем сделать его в своей рабочей, в этой своей дня. Новая технология, которая для энергетики, на самом деле, мы же все понимаем, мы же ей пользуемся. отлично. Спасибо. Есть какой-то проект? В Рязани будет есть какой-то проект. Или где-то, я не знаю, или в Грозов, где-то... Микрофон еще. Микрофон. В Грозов, по-моему, есть какой-то проект. Я услышал, так что там есть опыт. Ну, там уже какой-то. Тем более, тем более, что если вы... Есть еще вопросы? А давайте не будем перейти, но вы поняли, к чему я говорю? Хорошо, чтобы у каждого был свой вопрос, личный вопрос. Либо вы говорите, да, вот, перечисленные вопросы, мы принимаем их себе, или, ну, это ваш вопрос, вот, вы ищите на них, как ты, мы отдыхаем, при этом. При своении этих вопросов, по-моему, должно быть, или нет, или каких-то других, то есть ли с чем-то своим должны двигаться, тогда для вас будет осмысленно здесь существовать. и продвижение по этим вопросам. Выдарите для себя вопрос, рекомендуйте. Дальше идет. Энергетика, Россия, человек. А то, что тут Россия? Хочется, Владимир, сказать, на самом деле понятно, что мы говорим о развитии энергетики. А возникает совершенно автоматический вопрос. А вообще, какого рода энергетики в развитии страны? Регионы, Северной области? Вот вопрос такой, на который я частично знаю ответ, а частично не знаю. Это ответ, на который, это вопрос, на который долго можно искать ответ. Так вот, например, мы знаем, что был план ГОЛО, и он, не относимый был план, он был план преобразования всей страны. А возможно, сегодня план ГОЛО, а нужен он вообще? Энергетика вообще, что-то сейчас судьбоносное может давать стране? Думаю, я на себя. Автор плана ГОЛО, Глент Монтелярский-Ржановский, когда-то говорил, учение об энергетических порогах. И он говорил, что, честно, что тогда освоило бронзу, когда освоило определенный уровень технологий энергетических, а когда освоило более высокий уровень энергетических технологий, наступил железный, и далее, и далее, и далее, и без конца. Мы все время будем упираться в развитие энергетических порогов, и если мы их решаем, мы даем пространство для развития. А отсюда будут друзья Гривановского и Ленина, которые хотели электрифицировать Россию, чтобы продвинуть ее экономику вперед, чтобы сделать ее прогрессивной страной, уйти от машины на Италии, от пара. Есть такие вопросы? Вот недавно я вас услышал, высказывает Евгений Альбас, по поводу «Фильгу России». Кто слышал? Кто слышал ее высказывания по поводу распада по вражескому корректу? Мало кто слышал. А вот она говорит на днях, говорит, что я вижу предстоящий распад России по вражескому корректу. При этом она, как мы предсказывали, говорит, это же просто так сложилось. Коррупция, значит, власть не может удержать самостоятельства, а распойдется. или ее разделить, развалить. Как-то неприятно мне осознавать, но мне кажется, она говорит глупость. Мне кажется. Но все будет хорошо, если бы я не думал, когда-то на вот таком вот корпориятии, это было в 89-м году. какие корпориятия основал подвигает приоритетский Георгий Петрович Щедорильский. Называлась это именно так. Организационная деятельность за игрок. Была одна в Армении. Это было потрясающее десятидневное интеллектуальное, я не знаю, пиршество, действо, в котором не много чего просто, знаете, какой инсайкт, озарение испытал, так сказать. Понимание, что я там, не знал, что мне это оказывается не на трюки так стоит, а совсем, а совсем на другом. Но в конце я услышал такой странный прогноз, даже не прогноз, а какой-то как бы вердикт, что, к сожалению, наша страна обречена, то есть мы закончили егно на очень высокой рюке, и нам тут не говорили, наша страна обречена, ничего уже нельзя поделать. Перестройка закончилась у нас. Перестройка закончилась у нас. воды. Да. И Аннушка уже провела мысль. Помните такую фразу? Да. Ну, я в это не поверил. Как это можно было поверить? И вот проходит несколько лет, и мы видим события новейшей истории. Я до сих пор сижу и думаю, как же он мог знать? Он же не верил в прогнозы. Он понимал, что весь мир, мир человека, это мир изображения и деятельности. Если есть и нет деятельности, то ничего не может быть. И мне кажется, что я начинаю деталиваться. И после этого, когда я услышал заявление Евгения Альбаса, я так подумал, а могу ли я сейчас так же отмахнуться, как я отмахнулся от менее умного человека. Теперь оказалось пророчество. вопросов. Вроде бы нет. И мне кажется, что вот такого рода вопросы, связанные с собой нашей страны, нашего региона, требуют понимания. Есть ли у вас подобные вопросы? Нету. Он был и кто-то сказал. Ага. Угу. Спасибо, коллега. Может, ваш вид, ваш лицо рассказал? Это я, Василий, сказал. Да. Игорь, спасибо. Мы всегда с тобой вместе с тобой за Россией. Под настоем. Андрей Алексеевич, правда, хотите вопросы? Да. Если можно, тогда есть жанр, который называется «вопросы на понимание», да? Правильно ли я понимаю, что для вас развитие энергетики является самодостаточной ценностью? И если нет развития, то, как вы говорите, не о чем. Тогда вроде как бы. Спасибо. А вот если есть развитие, то тогда все, можно сказать так же. Спасибо, Владимир Владимирович. Очень важный для меня вопрос. Нет. Не является самодостаточной ценностью. В этом смысле вы понимаете, да? Что есть еще пределы роста, и совершенно необязательно считать отсутствие развития признаком надвигающегося краха, да? Или это можно вообще обсуждать еще? Я думаю, можно и обсуждать, но достаточно, мне кажется, правильное направление для наших людей. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. Итак, медик – Россия человек. А человек тут при чем, когда мы говорим про энергетику? Правда, я уже сначала сказал свое мнение. Вот здесь сидит будущее энергетики. Мне кажется, это обозначение очень важно. Какой человек будет работать в этой энергетике, какая будет энергетика. Но только надо понять, что это такое. и я, наверное, слышал, опять же, читал такой обидный текст, который говорит о том, что русские ни на что не способны, кроме как вот купить. Народ совершенно ленивый, бездальный, ничего, ничего миру не давший. Я думаю, как же так? В чем как? С убеждением написано, все либо украли, либо переписано, либо еще как-то, либо повторено, но хуже. Внутренние согласия с этим есть, но натолкнулся я в этом году на статью Академика Павлова о русском уме. Кстати, кто-нибудь ее читал? Поднимите, пожалуйста, руки. О, я почти все считаю. Я пересказываю, не буду. Итак, мы должны вооружаться. То, что было сказано про нас, про наш народ сто лет назад, актуально для сегодня. И правда я вам сказал, может он там что-то сгустил краску, он все не так вращит. Мне кажется, это тоже вопрос, которым стоит разобраться, нам самим, для себя, чтобы построить вообще понимание, что же мне делать в той ситуации, в которой я здесь, например, понимаю, как реальность, которую не изменишь. На сегодняшний день она вот такова. А как ее в будущем менять? Можно ли ее менять в будущем? Есть ли какие вопросы у вас? Я надеюсь, что есть. Есть ли какие вопросы у вас? Есть ли какие вопросы? Это наш рабочий план. Я предлагаю вам, призывая вас, задаваться собственными вопросами и искать на них ответы. Договариваться, консолидироваться, искать товарищей. У нас всегда есть тема. Мы ее обсуждаем, если вид немножко превосставим. Он мне помогает. Я ему сообща, обсуждать можно более продуктивно. Тем более, что наш процесс, который, по-моему, называется коллективный несвидетель. Я сейчас нарисую один рисунок, потому что я перехожу ко второй части. Что такое игра? Я хочу поднять руки тех, кто не первый раз на игре. Вот видно, что есть такие люди. Большинство видно, что первый раз. Поэтому объяснять все равно придется. Мы думали, как это можно объяснить. Вот для такого предложения. Мне как несколько представлений мы сейчас зададим, а остальное будем по ходу устраивать. В ходе вот этих представлений и представлений. Может, начнем с ролика? А я пока порисую. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какая версия prioritizeته? Восстание하�има Субтитры создавал DimaTorzok Масальдор Субтитры создавал DimaTorzok Игра. Игра, пожалуйста. Игра. Но мы должны ввести зеркальное поведение в нашу игру и очень удобный способ отвлечения. Когда-то, окружаясь вот этого дела, которое называется игропрактикой, я для себя понял, кто-то умный сказал, что, смотрите, в нашем языке есть одно слово «игра», а в английском языке есть три слова. Скажем, «гей», «плей» и «перформанс». То, что мы видели, это шоу-игра в этом смысле. И в этом смысле у нас в меньшей степени, как минимум, шоу. Хотя, если это будет, пусть это будет, но главное не это. Главное, я думаю, это будет тот процесс творчества, который предшествовал вот этому шоу, когда они там что-то придумывали. У нас это скорее будет вот именно игра по определенным правилам, где мы из себя должны соорудить мыслящую машину и главный процесс. Здесь у нас должно быть мышление. И я хочу представить вам небольшую картинку. Мы сейчас попробуем собрать, сыграть свою некую «блиц-игру», после которой тоже немножко обозначим, что же такое вот эта вот наша игра, что мы будем делать. «Блиц-игру». Есть представление о том, что, я уже говорил о том, что весь мир, да весь мир, есть мир мышления и жизни человека, энергетика, или Россия, или там здравоохранение, образование, есть сферы деятельности, которые на игре используются, как есть название, Петр Шидовицкий ее ввел. А вы говорите, энергетика, то, что осталось там, откуда мы приехали, и мы про это что-то знаем. Вот здесь мы про это будем говорить. Она будет там, а мы будем здесь. Здесь что будет? Здесь будет игровая ее свидетельность. Вот очень важный момент, я понимаю, как я сказал, когда ты говоришь о Петрове. В 79-м году он придумал партийственную игру и провел первую игру здесь у нас на Урале. А предшествуем ему, конечно, много лет упорной работы по созданию нового, новой картины мира, нового подхода, систему мысли-деятельственного подхода и систему мысли-деятельственной методологии, в рамках которой, в рамках московского методологического кружка родилось это преявление, прогрессионно-деятельственная игра. То есть один признак, он постоянно любил повторять. Он говорит, в голову не нуждает мысль, когда шел по двору, и видел мальчик, как раз, как Калвер Палыч. Я говорю, мальчик, это у тебя коник? Он говорит, давай ты дай мне. Это у меня бал, а не коник. Я говорю, я говорю, это настоящий. Очень важный пример, мне кажется, что здесь что-то будет имитироваться, а что-то будет по-настоящему. И я просто обращаю ваше внимание, я хочу вместе с вами разобраться, что мы должны делать по-настоящему здесь, и говорить на мой взгляд во всяком. То есть мы должны совершенно искренне, по-настоящему, не наградить праведность. Это один из принципов игры. Иначе у нас ничего не получится. Я с остальным тоже надо разобраться. Здесь такая модель, может быть проще, как Георгий Петрович предлагал когда-то, когда говорили про моделирование, это модель нереальности, не какой-то кусочек реальности. Модель – это очень полезная вещь, которая позволяет понять про эту реальность. Вот эта реальность, которая есть то, что нам известно про нее, и то, что про нее неизвестно. И мы не можем получить эти знания, не разрушив объекты, познания, или как-то не изменив его в неуправляемом состоянии. Но если мы это смоделировали на каком-то объекте заместителя, мы там можем это проиграть. Пример может служить, например, штабные игры военные, а не проигрывать какие-то сражения. Про игры не в смысле поражения, а про игры в смысле промысленные. И понимать, что не надо делать, а что надо делать. Вам знакомо чувство, когда вы понимаете, что вы совершили не по правилу ошибку? И ничего исправить нельзя. Очень тяжело. Мне нравится один вид, когда я просыпаюсь. Фу, мне приснилось. А я, наверное, не просыпаюсь, а понимаю, что нет, ты не спишь, не по правилу ничего нельзя. А вот некоторые вещи лучше проигрывать до этого, чтобы понять, а надо ли это делать было. Не исключено, что вот здесь мы можем найти те действия, которые надо делать. Это тоже будет результат. Итак, это объяснение моё, может какой-то короткий образ, а один из шесть принципов игры. Мы друг с другом общаемся, в том числе и изображениями какими-то, и пониманием друг друга. Есть ли тут вопросы? Есть ли вопросы на понимание от того, что здесь вы звучали? Правильно ли я вас помню? Обращаю внимание, что если вас что-то заинтересовало, у вас есть вопрос, а вы стеснялись спросить. Есть риск, что никто его не задаст, то половина сидящих здесь тоже его разделяет. А потом будет поздно, потому что потом уже будет другое, третье, десятое, и так этот вопрос вас с вопросом вы увидите. Поэтому будьте наглее, смелее, решительнее, задавайте свои вопросы смело здесь, иначе вы не получите ответы. Принимается? Вы готовы двигаться к такому состоянию, чтобы задавать вопросы, когда они у вас возникают? Настраивайте след. Микрофон дайте. Надежда Шимова, у меня такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что в этой игровой несудеятельности, ну, модели, присутствует не только то, что было в реальности, но и что-то еще там, свое, новое, или только то, что в реальности может быть в модели? Вот в этой игровой несудеятельности. Хороший вопрос, но я пока для себя на него не ответил. Надо специально над ним подумать. А вообще вопрос, мне кажется, не просто хороший, он даже важен. Потому что, когда мы что-то нобилируем, ну и что-то, понятно, упрощаем. А это можно упрощать? Можно. А это? А это нельзя. И вот мы даже понимаем, мы правильно упростили, отбросили ненужное, но нужное все оставили, или что-то нужное тоже выкинули. Об этом мы еще поговорим, наверное, по ходу игры. Спасибо за вопрос. Итак, у нас осталось где-то минут 25, а хотелось бы, чтобы у нас было минут 45. Чувствую, что я уже немножко запасный. Тем не менее, давай я проведем небольшую близкую игру, чтобы тоже кое-что понять. Надо, чтобы мы разбились на сколько? На три, четыре, пять? На четыре или пять групп? Пять. Разбиваемся? Вот мне хотелось бы, чтобы стало ясно, что студент сидел здесь, там несколько дней здесь, может, вы как-то перемешаетесь, и рассядьтесь опять кружковками. Сейчас встали, и время пошло. На пять групп. Пожелает нам сниздохновку, сниздохновку, в режиме, сниздохновку, в режиме, в режиме, подсезть. в режиме, сниздохновку, взятый, в режиме, Продолжение следует... 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 Ну, не приедут они. Это же наша столица. Немецкая свобода не будет образована в районе Салехарда. Да. Капитал. Встречи могут организоваться на другой территории, только в столице. Спасибо. Спасибо. А, еще два студента. Здесь. Можно договориться? Давай. Четыре. Первая группа, которая нарисовала нам карту. Мне кажется, это здорово. Надо всегда вкладывать какие-то иллюстрации, какие не использовать. Они схематичные. Ну, что сразу понятно. Вот это Салехарда. Сейчас там люди совсем не давать. Спасибо. Спасибо. Спасибо за это ценное замечание. Я так пользую группы. А, Италия? Залмей, Италия. Залмей, Италия. Мне показалось ценным плюсом, что избалованные теплолюбивые, как я себе записал, туда не поедут. То есть там, может быть, новая погода вспомнилась такая. Просто останутся деловые люди, которые любят лениться, которые любят думать о холоде. Это, в принципе, прохладное стоя немножко лучше получается. Спасибо. Другие мужчины, Андрей. Вот на осуждение такое. Мне показалось, что большинство тезисов, они как-то, вот, нацелены на годы. Не знаю. И на объединение России, а наоборот, на развитие розни, не знаю, в составе жителей песок, образуются цели-карты. Там какая-то, не знаю, у всех, которые будут подключить цели-карты. Там, главное, кто-то не приедет, кто-то нацелены на свои четверники, ну, там сами там все-таки взять и построят. Мне кажется, как-то много. Ну, это, к сожалению, вот, надо было как-то более... Спасибо. Более просто. Спасибо. Поехали. А по мне? Говорят. По мне, наоборот, докладу вот это и понравился больше людей. Почему? Потому что вот чётко показана необходимость совершенно нового решения, так технологических, так биофонетических, и, не знаю, каких-то страновых, значит, связанных с менталитетом и так далее и так далее. То есть вот открытость и необходимость, но здесь, как идея, очень я так показываю. Спасибо. Пару тройку замечаний. Пошёл внимание на что. Некоторые моменты мне не понравилось, я уже делал это осуждение. Может быть, вы и снимете, и дальше не будете повторять, когда вы говорите, религион выбирает. Страна же должна быть. Перекорректируйте свои доклады. Ещё два слова, да? Да, вот я поддерживаю, значит, по поводу мерзлоты, мол, плюс, что дороги не надо строить. Он недораскрыт. Но, смотрите, ещё. Поддерживать теоретику и ты не холодно. Так, мне кажется, если бы группа сотреблядов сейчас на одном тезисе. На одном. И его сделало ударным, и его сделало значимым, работающим. Это было лучше, чем я скидывал осень, как сейчас я рассчитал. А ведь понятно, что там есть одна особенность. Там холод. Вот холод – это плюс или минус? На мой взгляд, логика группы должна быть именно эту особенность превратить в плюс. А можно ли? Я не знаю, как это сделать. Но, на мой взгляд, это главная особенность. Но правда, правда, докладчик этому близко подошёл. И, мне кажется, вот Технин Трибович поддержал. Звучало это, мне кажется, не на полную катушку. Я бы сказал это так. Туда поедут одни герои. А к собой для спасения страны нужны герои. Или Камикадзе. Ну, герои Камикадзе где-то, наверное, близко. Кстати, безусловно, название в старой Камикадзе было город Абдольск. Вот интересно, город Абдольск. Да. Что значит о регионе страны и когда-то? Спасибо. Идем дальше. Тот, как Константин, правда, это Балтийск рассматривает. Ну, первый плюс – это то, что Балтийск находится в Европе, мы говоря, прямо в самой Европе. И мне это поможет политически удобно. Потому что, ну, когда встречи в Европе, то есть, если в России кто-то поедет из иностранных, ну, руководитель страны, он недалеко не будет ехать. Плюс еще Балтийск в том, что он находится на острове. И, то есть, во время одни остров достаточно удобно обогонять. И еще отсюда же выделяю то, что Москве – проблема в том, что она все растет и растет. А охрана острове, ну, на этой территории хочется. Вот. Так. Ну, то, что он тоже отдален, и, значит, там нужно будет развивать какие-то особые технологии в области акнеоргетики и прочее. И... И... У нас, конечно, не нужно будет, что будет желать нам, то, значит, они будут больше... Как я сказал? Ну, не спенсировать, именно будут стараться развивать... Выбирает регион? Нет. Нет. Ну, именно, в смысле, для всего, для всей страны. Ну, если они будут развивать технологии всегда, то, соответственно, оттуда пройдут технологии уже дальше. Ну, все равно. Так. Эм... Что еще? Ну, море всегда хорошо. Там море и... Погода лучше, и холодильца наше, опять же. И... И всегда... Есть, чтобы лучше не было. Ну, либо рядом. А... Пока... Как показывают... Ну... Как сказать... Странные страны, так как они питаются продуктами, там уровень в жизни... Ну, не уровень, а... Продолжительность. Продолжительность жизни выше. Поэтому мы тоже... Президенты будут долгой жизни. Ну, и еще правительство увидит, это же все-таки город маленький. Правительство увидит, как же будут люди в маленьких городах, и будут... Ну, это поспособствует, я думаю, тоже, в какой-то средней. Потому что... Ну, Москва... Наверное, совсем в России не попажут. У... Ну... Ну... Но, все равно. Нормально. Синой... Когда он говорил о плюсах моря, он почему-то постеснялся сказать, что это вот такое предложение. Море хорошо в тем, что там можно топить проведившихся чиновников. Это раз. А во-вторых, было такое предложение, чтобы чиновники по субботам или воскресеньям, кому как удобнее, собирали на берегу янтарь для восстановления янтарной комнаты. Это абсолютно млекарное преимущество. Больше не в одном из предложенных мест такого преимущества нет. Пожалуйста. В плане военной, в военном времени, еще очень хорошее преимущество как раз в отражении столицы, в том, что на Западе, сейчас с Запада почти нет. Бомбить не будут? Проблема, да. Так это отличный тезис. Большая проблема. Бомбить не будут? Потому что на юго-восток и вот до новой столицы оттуда ничего не вылетели. Спасибо. Суждение? Пожалуйста. У меня такое суждение, что вот докладчик говорил о том, что коллегам из Европы будут там удобнее приезжать в Балтийск. Ну, мне кажется, что тут тезис-то основной должен быть, что группа в качестве столицы Балтийска, это ориентация на Запад, и, соответственно, это целая, как бы, ну, политическая ситуация, но здесь на всю страну это понятно отразится. И второй момент, в Балтийске же раньше труд был, а вот сейчас весь Петербург переехал, то есть если Балтийск переносить, то, может быть, это отдел усиления, в общем, здесь в год, ну, как-то, в общем, развивать в этом плане и регион, и, соответственно, для страны это тоже, ну, придет какие-то последствия. Ну, спасибо. Ну, вот, в продолжение вот этого суждения, собственно, мне кажется, главный вопрос, который здесь необходимо учитывать, это то, мы же видим, вот этот Балтийск находится, условно, не в России, он не соединет, точнее, и главное, почему, что должен перейти в столицу, это из-за того, что, чтобы втянуть те самые страны, которые, например, это выпали из состава России, втянуть их обратно, это, мне кажется, главный вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну, это не про калибрации. Можно вас? Да, пожалуйста. Суждение по поводу, вот, развития для России. Вообще, калибрингазы, насколько я знаю, и вся их область, относится к тому, к своей принадлежности к русскому государству, очень статистически, и, как бы, мы в Европе, а Россия, это Россия. И не считаете ли вы, ну, ладно, суждение. Я считаю, что перенос столицы в Балтийск абсолютно, вообще, очень много скажется на развитии России, потому что развиваться будет только Калибринградская область. И второе осуждение по поводу замечательного климата. Климат в Калибринградской области отвратительный. Просто невыносимо там жив. Поэтому... Почти как бы ломали. Еще хуже. Поэтому по поводу этого еще разговаривайтесь. Спасибо. Коллеги, я видел, например, Латаша, не все урожайцы города Балтийска считают, что Россия, что они не Россия. Я, в принципе, в городе Балтийске. На всякий случай. А мне кажется... Да? Он маленький, по Тюмени-то вакурует. Представьте, что Москва — это солнце, да? И оно свои деньги вот так вот распространяется. Распространяется. И вот так вот распространяется. Что вы думаете здесь? Европа и офшор, да? А у нас Тюмень вот здесь находится. А она распространяется, как бы, по Северству. И все. Итак, что я хотела сказать. Если говорить о основательных долгах, то, например, в море проводит рыба. Ну, понятно, не гоняет же никак. Ну, чего это туда заставить? Вот сократили бы это, не раздражали бы Европа. А более серьезные вещи, модели бы мы. Мне кажется, это то, что сказал Клебех. Это некая или евроинтеграция, или даже, может быть, некое постоянное телевостояние евроинтеграции, когда, значит, люди, которые живут у нас, наши живут там. Они говорят, там и работают, и все такое лучшее. А мы тут забыть и боком в центре Европы. То есть риск потерять этот регион у нас, наверное, один из самых больших. А если так, то тогда противостояние, я думаю, это, наоборот, перерос туда от центра, если это можно было бы играть, да? Которые могут бы, наоборот, вокруг себя тянуть ближайшие страны и выстроить с ними нормальные отношения. Почему бы нет? Понятно, что членам доказывают, а ну, Балтийские на острове. Географическое такое замечание. Это, скорее, может, острова у нас в Атанглах, например, Россия, там, в кустом территории. Замечательно. Пожалуйста. Доброе утро. Спасибо всем предыдущим группам за то, что они выступили, за то, что они представили свои города, свои предложения по переносу столицы. Наша группа предлагает перенести столицу России на Дальний Восток, в город Находка, в Приморский край. И вот пока перед вашим мысленным взором разворачивается панорама России, пока вы так мысленно переезжаете из Москвы в Приморский край, я скажу, что наша группа видит три основных блока причин для того, чтобы перенести столицу из Москвы в город Находка. Первая группа причин – это геополитические причины, вторая группа – это экономические причины, третья группа – это гуманитарные причины. Еще раз здравствуйте, группа меня Ростислав. Для полнейшего, скажем так, понимания, где сам город находится, это 171 километра от Владивостока. То есть теперь, я думаю, все примерно представляют, что там находится. А на завтра где-то не будет? Вопрос. Пример? Это Золото. В золото в двое не попал? Багадатально. Нет! Не попал. Ну, на примерно парамяхисов 4, да? Да, да, да. Да. Я, честно, не экспертный, я говорю. Я думаю, где находятся все примерно хотя бы знаете. Сразу хочу отсечь все, скажем так, вопросы, которые могут последовать, и судя с предыдущим, я просто рассказываю. Из Москвы чиновников не берем, они в студию в Москве. То есть, если есть такая поговорка, которая мне очень нравится, держи ноги в тепле, а голову в холоде. Получается, ноги у нас в тепле, а голова будет в холоде. Соответственно, все теплые вот эти вот мысли, которые у нас в Москве жили, пусть там остаются. Теплые местечники? Да, теплые местечники, пусть остаются там. По мне это лучше, чем прохладить, лучше думать. На самом деле, хорошо было сказано. Собственно, я с этим очень согласен. Ну, начнем, пожалуй, с геополитики. То есть, почему выдано будет переносить старицу, скажем так, на самый госток? Потому что, во-первых, здесь у нас такие, скажем так, мощнейшие гиганты по производству именно каких-то либо товаров. Ну, соответственно, это Китай. Китай, Корея. Ну, и, наверное, все-таки Японию стоит туда нести, потому что тот уровень развития экономики Японии, в некотором месте, где в данный момент, не считая даже всех этих катастроф и так далее, он достаточно высокий. Соответственно, сразу же повышается у нас, в отходе, скажем так, западной схемы нынешнего развития России. То есть, сейчас все у нас евросоюзмится, скажем так, больше упор идет на Европу. Здесь уже будет развитие совсем в другом плане. Здесь будет упор, скажем так, ближе к восточному какому-то развитию, то есть к их каким-то путям, методам. Ну, что-то от них мы все равно почитаем. Ну, и, думаю, очень хороший момент, весомый, скажем так, это история стран именно восточных, ну, как вот, которые находятся на Востоке. Возьмите тот же Китай, ту же Японию. Каждый насчитывает не полно тысяч лет. И, собственно, на мой взгляд, это очень, скажем так, у них есть такая сила какая-то в их истории. И эта история, в принципе, очень хорошо у них всегда держится и хорошо размещается. То есть, будет, я думаю, чему у них учиться. Дальше, значит, что касается расположений, в чем его плюсы, опять же. Скажем так, уменьшится влияние из Европы, соответственно, будет влияние, скажем, уже, ну, здесь как бы плюс и минус будет. То, что влияние придет с другой стороны, соответственно, это что-то новое. Но вот пути развития также отстали от этих европейских людей. Мы это идем. Возьмем под себя, точнее, на нас начнут влиять какие-то вот такие восточные веи. То есть, развитие придет уже в другом направлении. И изменится, соответственно, все кардинально. Насчет коррупции, то есть то, что здесь начало. Соответственно, люди новые, и коррупция так сказать не будет, потому что, я думаю, регион все-таки довольно-таки холодный. Как же было сказано ранее, то есть люди, которые уже как-то наживались, скажем, в той же Москве, да, такого, я думаю, не будет. Конечно, будут свои такие же люди уже на местах, но их законслужащие будут изначально перестать легче. Так. Дальше у нас идет пункт о ресурсах. Если обращаться к экономическим причинам переноса столицы в Приморский край, наша группа считает, что это позволит развиться всей территории России. Да, вот если вы сделали то, что я просила, если вы перенеслись медленно, вы сумели охватить вашу зону, ведь огромные неосвоенные территории, на которые претендует в том числе и Китай, которых не хватает медленно для собственного развития на своей территории. Мы считаем, что вот эта территория, которая является российской, мы ни в коем случае не должны ее отдать никому. Мы должны развивать ее сами. Это наша страна, это Россия. И мощный толчок для развития экономических зон переноса столицы он даст. И этот же фактор, он влияет на гуманитарные причины переноса столицы в Приморский край. Это развитие российского народа, самосознание, обогащение культуры соседних государств, близких государств по отношению к жизни. Да, вот эти восточные страны, достаточно близкие государства. Вот, что-то еще есть? Давайте. Поэтому мы предлагаем охватить все-таки всю территорию России. И перенос столицы в Приморский край именно это и позволит сделать. То есть развить всю территорию, не углубляясь, не обращая внимание только на один западный мир. Ну, спасибо. Спасибо. Еще больше. Чтобы стало понятно, почему именно оттуда удобнее все будет думать о России. То есть, например, одно из, скажем так, нововведений, доступных именно в этой части России. То есть уже было озвучено, что есть возможность, скажем, построить какие-то ветровые, да, я так понял? Ветровые электростанции, что ли, то есть где, вот именно, вот здесь, именно вот здесь будет очень хорошее... Вы не поверите, центр развития волновых электрогенераторов находится в Крауральске. Мы там разведем еще и волновых. Ну, электроэнергетика. В общем, мысль такая, что если расставать, скажем, такую, ну, верхнюю энергию, что ты меня с силой ветра, то есть там, в принципе, для этого, я считаю, что там, для этого, скоро я работаю. Спасибо. Калибин. Пожалуйста. Так, нормально. Вот. В тему развития электроэнергетики. Там, на Востоке, очень большие запасы ветерменов, источников энергии, и вообще, эти разведанные запасы они превышают Разведанный запас энергии и органических источников Долг плюс И, кроме того, они очень доступны там Поэтому вот и назвать Тревосток, инфраструктуры, там все это и используем Которые будут использоваться нами и термальными Это будет очень большим плюсом для страны Спасибо, еще, это не вопрос, был суждение, да? Это суждение, да? Можно я? Я суждение по подаче доклада, что сейчас было, ну, Такие два немножко дублирующих друг друга доклада, то есть повторяясь Вот, и почетче формулировать, что-то Потому что вот я услышала что-то там про историю других государств, эмонию, что-то такое Еще услышала про то, что вроде в холоде, но как-то вот, в общем, образом не очень понятно Надо видимо четко там, как-то это, ну, это будущее Спасибо Оль, по подаче? Да, суждение Я так понимаю, чем ближе к самому эпицентру событий У нас с Китаем очень хорошее отношение, тем, как и порошее отношение То есть, во-первых, сразу впервые Нет, это будет как раз-таки очень хорошее утро, чтобы эти отношения улучшить Да Так, вот передали туда, Ольга, ну да Да На рычаге не могут Я почему-то продаю, Ольга, я очень согласна с Надей, у меня есть еще только такое предположение, что вот Какие бы аргументы в этом докладе не искать, но находка – это очень заменительное место для столицы, поскольку Вот у меня есть большое подозрение, что Китай очень быстро нас поглотит тогда, совсем окончательно поглотит не только товарами, как вы говорили, но и морально Вот, и появится какое-нибудь новое государство, типа там Кита-Руссия, например Спасибо Так, микрофон сюда передай, пожалуйста, у вас нет Радун, Игорь, мне этот доклад понравился, этот перенос в столице Илья тоже понравился, потому что у нас еще это давно У русских россиян руки были не заняты мегапроектами Ведь Китай-Руссок – это же огромная необустроенная территория, в том числе для комфортности проживания наружного населения, в качестве инфраструктуры, ресурсов, о которых вы говорили там, огромное множество Необходимы масштабные мегапроекты для себя, для России, мы там только построили коммунисты для всего мира, и терпели поражения, а сейчас как бы заняться собой, своей страной собственной Второе, вы абсолютно правы, когда говорите о том, что эти ресурсы должны работать на развитие страны, а не на развитие, например, ближайших Китая и Японии, которые сегодня так выкачивают ресурсы, как только можно Нужно как-то переориентировать их на внутренний нужд страны, и вот это идеальная ситуация в какой-то степени Гоглина, кто прошло, а я опять обращаю ваше внимание на то, как работала группа Почему делают? Потому что вот то, что мы сейчас выбираем стартуру, это еще не игра, это очень игра И, может быть, вам было и не хотелось обучать стартуру, но эта группа взяла на себя эту роль, и ее нам очень хорошо, очень красиво представила Мне тоже понравилось, когда мы говорили Просто, когда мы говорили настоящий мир, нужно будет точно так же отрабатывать все группы, которые мы пойдем Вы попадете, и брать на себя вот с таким же гераментом, с таким же жаром Интересами, которые вы отстали, потому что здесь не есть Это, в принципе, я увидела это, уважаемые люди, особенно ярко, и всех вас вызывают дальше Когда на ваших вопросах Спасибо, Елена Александровна Я тоже отмечу пару слов Надо уже ответить Во-первых, я отмечу вот то, что сказала Анна Мне кажется, это очень значимо Если мы, скажем, боимся потерять территории, в том числе, если их не в устроенности Потерять Калининград, конечно, у них не бы не хотелось Но в этом случае, если мы можем потерять Дальний Восток и Российский Сибирь Это, наверное, существеннее, да? Этот довод здесь прозвучал Он не игровой довод, он по-настоящему, что называется Вот это по-настоящему Это, мне кажется, очень важно Еще Если вы посмотрите в интернете Есть дискуссия на эту тему перероса столицы И зайдите на сайт, например, Юрия Васильевича Крупнова Который поднимает это на повестку дня Как серьезнейший вопрос для судьбы страны Не просто вот мы тут поиграли во что-нибудь Он говорит, это необходимо делать Необходимо переросить столицу Именно на Дальний Восток А почему? Есть такой аргумент, я просто с ним поделюсь Он говорит В 21 веке Центр мирового развития Смещается в страны АТР Азиатско-Афимпианского региона Это уже сейчас очевидно И Россия здесь есть Ториски здесь нет Если она переросит столицу, она имеет шансы Здесь быть, присутствовать в центре мирового развития Вот таким вот шагом Вроде бы простым, конечно не простым, но достаточно простым Переросом столицы, но и конечно же Сохранение контроля на своей территории Через ее устройство, через ее развитие Прозвучало это правильно Вот на мой взгляд, такая игра нам нужна По-честному и без придумок И по актуальному Спасибо вам большое Мы затянули время Но тем не менее Может что-то мы и выбрали Мне не надо долго объяснять, что такое игра Это поиск смысловой Коллективной работы Беспрескрасных суждений Вплоть до И не принимающих Это важно Я не согласен с этим Дэбисом И надо говорить, что не согласен Я поддерживаю Потому что мысль сегодня сырая А завтра она бриллиантом засверкает У нас есть еще Поро-вопросы О организации игры Самые необходимые Мы сейчас обозначим У нас группа логистов Андрей Иконцев и Ольга Кощеева Нам рассказывают о группах Где группы Кто в группе Кто игротехник Желательно еще раз представить Может быть здесь Да? И другие элементы Программы, которые у вас там игра Прошу вас Так, почему, пожалуй, я У всех есть вот такая вот книжечка У кого нет? Пойдите ко мне попросить Хорошо уж Значит, на первой странице Вы найдете Телефоны и Много комнат, куда обращаться По вашим вопросам Это посмотрите потом Далее на странице 3 Весь наши главы И далее Возвращаемся к странице 6 Вот здесь Сейчас я вам Начну информацию По распределению Участников Полгруппам Пожалуйста, слушайте Внимательно Запоминайте Слушайте свою фамилию Значит, группа номер 1 Биоэнергетика Игротеку Кузьмина Анна Значит, группа уходит Костарева Екатерина Смирнов Максим Виноградов Сергей Самая Александр И Мартия Аксения Группа номер 2 Сотовая Энергетика Богдарь Елена Борисовна Участники Ядрейников Андрей Каратаева Ольга Свяжин Антон Файзулина Екатерина Бакшарев Александр Бройков Игорь Романов Владимир Лепихин Егор И Валимулин Камин Группа номер 3 Партес Нигматулина Амина Вот там она стоит Участники Косяков Алексей Куликов Анастасия Ющик Виталий Соболь Клима Яков Левлия Абрамов Григорий И Кондратик Павел Группа номер 4 Ямал Урал ВВН Соломей Виталий Участники Берсенев Алексей Исмагилов Андрей Кислицына Наталья Токарев Константин Юрюшкин Данил И Менщикова Илья Группа номер 5 Умная энергетика Левик Александр В состав участников входит Винокуров Кирилл Лопач Артём Тарасов Артём Топорков Владислав Бабушка Алексей Группа номер 6 Бизнес Борцов Андрей Ткачёва Диана Мурли Другой компанией О, прошу, прощения Нет Все правильно Бизнес Группа Бизнес Восьмой Восьмой У меня стоит Общество Волная версия Конечно Хорошо Значит, еще раз Группа Бизнес Правильно я называю? Да Входит туда Ткачёва Диана Мурлигина Екатерина Силин Александр Елизавета Бенда Нет Нет Это какая компания или нет? Да В итоге Бизнес сейчас перенял Это тоже Это Компании Евгений Волная Да Евгений Волная Участники Где же игротехники Ну хорошо Значит Группа Шейли Называется Энергокомпания Евгений Волнов Игротехник Вообще не от шуток А группа Сем А для меня Да какая Ты узнал Группа Сем У нас называется Государство Правильно? Игротехник 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 Да Да Участники Айрак Макин Куба Ростислав Козыр Дмитрий Иванова Эйна Симонов Максим Шалайка Кристина И Валерин Константинов Группа Номер 8 Общества Игротехник Это я Значит Состав Спицына Евгения Бизнес Это бизнес 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 Ладно Бизнес группа Андрей Борцов А ещё Ладно Спицына Евгения Арнов Букитов От Кишкина Юлия, Безинина Наталья, Борозский Никита, Жуков Федор, Пацавельева Ольга. Группа 9. Общество. Мельникова Татьяна, Казанцев Денис, Кабулов Сергий, Жавраков Александр, Чернова Анастасия, Братьев Павел, Подбережных Борей и Мельникова Татьяна. Группа 10. Проектирование субъекта разбития. Игротехник Владимир Привопартик. Состав участников Радостева Анна, Кучников Андрей, Обчеников Константин, Петрова Феяна. И еще одна группа, последняя виртуальная группа методологического сопровождения. Игротехник Гаврила Константин. А входят туда присутствующие здесь Жюкова Анастасия, а остальные участники из интернета. Игротехник Владимир Привопартик. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok